Согласно последним оперативным данным, на Горноуральщине еще у шестерых свердловчан обнаружен коронавирус. То есть с начала мировой пандемии на Среднем Урале 111 заболевших COVID-19. Состояние семерых пациентов врачи оценивают как тяжелое. У девятерых средняя тяжесть, у остальных удовлетворительное состояние. 47 человек покинули больничные койки. Трех выписали за минувшие сутки. В стране в целом ситуация намного сложнее. Число заболевших вплотную приблизилось к 28 тысячам. 27,938. Суточный рост 3448 душ. Умерших на сегодня 232 человека. Но и эти грустные общероссийские итоги меркнут на фоне двух миллионов зараженных по всему миру. В Заречном 17 медиков отправлены на карантин. Как уточнил мэр Андрей Захарцев, сотрудники больницы контактировали с пожилым пациентом, со стариком, 89 лет от роду, которого уже отправили на лечение в 40-ю больницу Екатеринбурга. К сожалению, это не единственный случай, когда бойцов в белых халатах с передовой отправляют, пусть и не в лазареты, но на карантин точно. О больничных потерях на фронтах необъявленной войны с коронавирусом сегодня, правда, без особой детализации всех обстоятельств произошедшего, доложил на брифинге областной министр здравоохранения Андрей Цветков, уточнивший. Я хочу сказать, что у нас основная масса инфицирования связана с тем, что наши медицинские работники ездили за рубеж, контактировали с больными родственниками и соседями. И такие случаи, безусловно, есть. Несколько человек у нас находятся под наблюдением сегодня. К счастью, ни одного медицинского работника из нашей области в тяжелом состоянии или в состоянии средней тяжести нет. Они все в удовлетворительном состоянии, наблюдаются нашими врачами. В Красноуфимске выбыл из строя, был инфицирован COVID-19 врач, контактировавший с пациентом, который утаил свою поездку в Первопрестольную. Случай, когда это связано с профессиональной деятельностью, это в городе Красноуфимск. Поступил пациент, который находился в городе Москва, приехал на свою родину и не рассказал о том, что он находился в другом городе. И, соответственно, у него была пневмония. На тот момент диагноза не было коронавирусной инфекции. По планам обследования такой диагноз был установлен. И, естественно, мы обследовали всех контактных. В том числе выявили случай инфицирования одного нашего сотрудника. Он тоже находится под наблюдением врачей. Надеюсь, что все будет благополучно. Естественно, журналистов интересовалась ситуация с больничным персоналом в двух екатеринбургских клиниках. В 20-й той, что на Химаше, и в 14-й Уралмашевской. Знаете, в 20-й больнице была примерно такая же ситуация. К счастью, там из медицинских работников никто не инфицирован. Также поступил тяжелый пациент с пневмонией, без анамнеза, скажем, такого, поезда к зарубеж, либо контакта с больными. Планово был обследован, была выявлена эта инфекция. Традиционно проводятся мероприятия, связанные с карантином. Это 14 дней, это обследование всех контактных. По словам министра, к субботе 20-ка будет работать в обычном режиме. Что же касается 14-й больницы. На дежурстве он контактировал с инфицированными пациентами. Соответственно, он был обязан уйти на карантин на 14 дней. Он сейчас наблюдается. И у всех контактных результаты отрицательны на сегодняшний день. Будем надеяться, что это также все пройдет благополучно. Попутно министр Цветков опроверг слухи о коронавирусных контактах в первой и в 23-й клиниках. 23-я больница однозначно работает в обычном режиме. Никаких пациентов с коронавирусом там не было, ни медицинских работников, ни больных. Первая больница работает в обычном режиме города Екатеринбурга. Действительно, один из медработников сегодня, который не выходил на работу, он был под наблюдением, так как был контактным по подъезду. Кстати, об околобольничных слухах, точнее сказать о фейках. Жительница Екатеринбурга Наталья Бибикова в соцсетях в сообществе ЧП Нижний Тагил под одним из постов оставила свой коммент о том, что якобы к ним на пихтовку привезли заболевших. «Смейтесь, смейтесь», — добавила Наталья, не подозревая о том, что ей самой скоро будет не до смеха. Фейк-комментаторшу изловили. Она во всем созналась и была оштрафована на 30 тысяч рублей. Нетрудно подсчитать, что каждое ее слово, включая предлоги и запятые, обошлось случайной фейкометке почти в 3 тысячи рублей. Это в разы дороже слов, передаваемых по телеграфу с пометкой «молния». Ребдинцы через мессенджеры получили аудиосообщение о том, что якобы на базе местной больницы создается областной центр по приему заболевших коронавирусом. Это был чистейшей воды фейк. В Екатеринбурге полицейские ищут шестиклассника, который, как уточняет сообщество Лампа, во время дистанционного урока по английскому показывал одноклассникам порно. На это силовикам пожаловалась директриса одной из городских школ, уточнив, что во время урока на удаленке в компьютере вместо ученика включилась порно. Кто его запустил, предстоит выяснить полицейским. На Эльмаше накануне весь вечер добровольцы и ПДНщики искали 13-летнюю девчушку, которая около четырех пополудней пошла мусор выносить и пропала. Когда на столбах появились ориентировки, позвонил мужчина и сообщил о том, что девочку он видел в подъезде, неподалеку от дома, где она живет. Как уточнили в комментариях в поисковом отряде «Прорыв», школьницу на дистанционке действительно нашли в том самом подъезде. Кстати, губернатор на своей страничке в Инстаграм со ссылкой на областной Минобр сообщил о том, что ведомство рекомендует муниципалитетам завершить учебу для первоклашек 22 мая, для остальных школьников 29 мая. Как только будет принято окончательное решение, мы вас оперативно об этом проинформируем, сообщил глава региона, уточнив, что досрочное завершение учебного года, как предлагает кое-кто из родителей, создаст множество проблем с оплатой работы педагогов. К тому же неясно, чем занять школьников, отправленных на преждевременные каникулы. Пока школьники мечтают об отдыхе, судебные приставы на 16 суток опечатали автомойку на улице Спутников в поселке Кольцово, а патрульно-постовые милиционеры отловили 150 душ карантинных нарушителей, которых ожидает штраф до 5000 сноса. Кстати, некий городской общественник Калинин написал жалобу в прокуратуру, пытаясь оспорить с законностью губернаторского указа о введении режима повышенной готовности в области, согласно которому свердловчанам разрешено выходить из дому на работу, выгуливать собаку или сбегать за лекарствами ближайшую аптеку, а также сходить в прудмак за покупками. Общественник полагал, что ограничительный указ по перемещению противоречит федеральному закону, но прокуратура указ признала законным и действующим до 20 апреля. Пока горноуральщина и страна в целом борются с пандемией, ученые из Национального центра когнитивных разработок Санкт-Петербургского университета, опираясь на мировую статистику, выдали свой прогноз, согласно которому Россия ориентировочно в 20-х числах апреля достигнет пика эпидемии, то есть около 4000 заболевших в сутки, после чего все пойдет на спад и иссякнет где-то к августу. Всего эпидемия в России продлится около 160 дней и за это время успеют заразиться 126 тысяч человек, полагают ученые, но тут же добавляют, что прогнозы эти могут поменяться, при том как в лучшую, так и в худшую сторону.